Что-то вы очень бледны. Если вам все чаще стали такое говорить, значит пора задуматься о своем здоровье. Бледность лица и немотивированная усталость могут быть первыми признаками анемии, предупреждают медики. О причинах возникновения малокровия и способах ее лечения рассказали врачи областной больницы. Когда крови мало, у человека снижается уровень гемоглобина, эритроцитов становится все меньше. Соответственно, кровь не в состоянии выполнять свои функции в полном объеме. И это сразу отражается на здоровье человека, говорят медики. Это приводит, если это ребенок, то к отставанию физическому развитию, это нарушение умственных способностей, нарушение внимания. При углублении анемии страдает организм в целом вследствие недостатка поступления кислорода в ткани. Сразу распознать анемию сложно. На бледность, усталость, одышку людям свойственно не обращать особого внимания, рассказывают гематологи. А это первые симптомы нарушения нормального кровоснабжения. Головокружение, такое состояние, понимаете, состояние равновесия теряет. Бледность кожных покровов говорит об этом. Появляются трещинки в уголках рта, так называемый хилоз. Изменяется структура ногтей, она становится ломкими. Ломкость волос и выпадение волос. Причин возникновения малокровия множество. От нарушения менструации у женщин, до неправильного питания и наследственности и у мужчин, и у женщин. Если болезнь вовремя выявлена, можно обойтись простым лечением. Достаточно таблеток и диеты. Назначаются препараты железа. Кроме этого, это соблюдение диеты. Обязательное включение в диету мясных продуктов. Это прессил мясо. И мясо красных сортов. То есть это не свинина, это не курятина, это не кролик, а именно гобиодина. В этом деле главное не заниматься самолечением, предупреждают врачи. По их словам, многие умудряются сами ставить себе диагноз и покупать лекарства в ближайшей аптеке. Так можно запустить анемию, отравить собственный организм и нажить много других болезней. Когда пациент лечится самостоятельно, он идет в аптеку, покупает какие-то препараты и начинает лечиться. Но, к сожалению, это лечение бывает зачастую малоэффективным и ошибочным. Зачастую такое лечение может мешать в дальнейшем постановке правильного диагноза. Диагностика проста и всем привычна с детства. Если заметили симптомы анемии, первым делом стоит сдать обычно на лес крови и записаться на прием к доктору, советуют медики.